В эфире новости в студии Ксения Садова. Здравствуйте. Итоги уходящей пятницы подведем прямо сейчас. Владимирская область вошла в красную зону по заболеваемости коронавирусом. В 13 регионах России ситуация за неделю заметно ухудшилась и наш в их числе. За минувшие сутки COVID-19 заболели рекордное число жителей области 319 человек. Во Владимире тяжелых пациентов лечат медики сразу из трех областей. Новосибирска и Смоленская, а также Ставропольского края. По поручению президента страны на помощь к нам в регион приехали пульмонологи, инфекционисты и анестезиологи-реаниматологи. Они работают в ковидных госпиталях ОКБ и Владимирской городской больницы номер 5. Подробности расскажут мои коллеги. В Ковидаре ОКБ больше 200 коек и все они заняты тяжелыми пациентами со всей Владимирской области. Инфицированных привозят круглосуточно. Мы будем смотреть динамику. Хорошо. В палатах интенсивной терапии молодежь и пенсионеры ковидом пациенты болеют тяжело. Люди могут дышать только благодаря аппаратам искусственной вентиляции легких. Здесь больные лежат очень тяжелые. К сожалению, достаточно нередкие случаи летальности. В красной зоне есть все необходимое и для врачей, и для больных. Сегодня Андрей Биткалюк заступает на дежурство. Во Владимир он приехал из Смоленска. Там он больше года работал с самыми тяжелыми пациентами. Как и его коллега Владимир Гроу из Новосибирска. Тяжелый по поводу острых дыхательных недостажей, требующих нашего внимания. Да, постоянно мониторинг с вашей стороны, как медицинских сестер. В руках у врача рентгеновские снимки. Состояние пациента было критическим. Но благодаря общим усилиям медиков он быстро идет на поправку. Ежедневно госпиталь ОКБ принимает до 15 человек с ковидом. Большинство не сделали прививки, говорят врачи. Все пациенты сложные. Любая трудная или новая работа – это кладезь для новых научных изысканий. Но в свою очередь это и горе в семье, кого мы не смогли, не получилось спасти. Но мы будем стараться. На одного медика в ковидаре приходится два десятка пациентов. На помощь владимирским врачам приехали коллеги не только из Новосибирска и Смоленска, еще и из Ставропольского края. Всего 8 человек. Это врачи-анестезиологи и реаниматологи, а также пульмонолог, инфекционист и специалисты среднего звена. Их задача – терапия, консультация и наблюдение пациентов с коронавирусом. Они прекрасно понимают всю сложность и необходимость индивидуального, в том числе, подхода к лечению, к обследованию. Мы пытаемся сейчас развернуть реабилитационные койки. Соответственно, нужны руки, нужны кадры. И мы очень благодарны коллегам из Смоленска и Новосибирска, что они приехали и поддержали у нас такую трудную минуту. Возглавляют иногородние бригады врачи с большим опытом. Прежде всего, в перепрофилировании стационаров для работы с коронавирусными больными. Помощь оказалась как нельзя. Кстати, власти региона уже готовят проектно-сметную документацию для строительства быстро возводимого ковидного госпиталя на 300 коек, в том числе 30 реанимационных. Ирина Начарова, Наталья Забнина и Дмитрий Шаталов. В предстоящие антиковидные выходные медики призывают владимирцев сделать прививки. Ежедневно в области вакцинируется порядка 5000 человек, но это недостаточно. Мощности прививочных пунктов значительно выше. Медики готовы принимать до 8000 пациентов в сутки. В области дополнительно развернули еще несколько пунктов вакцинации. Их открыли на базе трех кожно-венерологических диспансеров. Во Владимире, Коврове и Муроме. В столице региона привиться можно и в корпусе Ивановских мануфактур на улице Куйбышева, 16. В будни пункт работает с 10 до 15, тем по выходным до 13 часов. Продолжают вести прием специалисты прививочного кабинета в Глобусе. В гипермаркете медики работают до 6 вечера. Всего у нас развернуто 71 пункт. Хочу напомнить, что стационарный 21 передвижной пункт и 45 отдельных выездных бригад. Подлежат у нас вакцинации 80% – это 879 950 человек взрослого населения. В субъект у нас поступило более 571 тысячи комплектов вакцин. С 30 октября в регионе запрещается проведение всех массовых мероприятий с участием более 500 человек. У зрителей должны быть QR-коды, сертификаты или справки о вакцинации или перенесенном ковиде. Принимаются отрицательные тесты ПЦР. Завтрашнего дня не будут работать детские развлекательные центры и игровые комнаты. С 23 часов до 6 утра запрещено работать ночным клубом и дискотеком. Такое же правило действует для кафе и ресторанов после 11 вечера. Могут обслуживать клиентов только на вынос или доставлять заказы на дом. Утром и днем в точках общепита посетители могут занять не больше 50% свободных мест. Также все они должны предъявить на входе QR-коды. Антиковидные ограничения распространяются на салоны красоты, сауны, бани, фитнес-клубы и бассейны. Главная задача на сегодняшний день – это максимально уменьшить число контактов. У нас с вами грядут новогодние праздники. И если мы хорошо хотим встретить Новый год и не иметь никаких неожиданных историй, мы должны сейчас с вами ответственно отнестись к нашим нерабочим дням. Также эти нерабочие дни необходимо использовать для проведения вакцинации тех людей, которые до сих пор не могут принять решение по поводу прививки. И также для проведения ревакцинации для тех, у кого уже подходят сроки. Накануне нерабочей недели в Рио главы региона Александр Авдеев провел встречу с представителями бизнеса. Он рассказал о ситуации с распространением COVID-19. Глава региона отметил, что в области не только растет число инфицированных, но и увеличилась смертность больных коронавирусом. Этот показатель начал расти как среди людей пожилого возраста, так и в группе людей от 30 до 50 лет. Александр Авдеев подчеркнул, что утверждая антиковидные ограничения, органы власти старались найти баланс между интересами людей бизнеса и ситуацией в здравоохранении. Мы не вводили самые жесткие требования, на которые пошли другие регионы, но, собственно, просим в ответ также прислушаться к нашим рекомендациям и к тем требованиям, которые предъявляет Роспотребнадзор, правоохранительные органы, потому что соблюдение и масочного режима, в местах массового скопления транспорта и так далее, значит, гигиена и все связанное с дезинфекцией, это вот уже совершенно не пустые слова. Представители бизнеса говорили о необходимости мер поддержки. С 1 ноября они смогут рассчитывать на федеральные единовременные выплаты, компенсирующие зарплату сотрудникам на период нерабочих дней. Но этого недостаточно, чтобы оплатить аренду помещений, обязательства по кредитам и другие издержки. Летом из-за введения QR-кодов выручка упала до 80%. Подобное может повториться и сейчас, поэтому нужна поддержка и на региональном уровне. В том числе, в первую очередь, речь идет по кредитам фонд 3.0, и, может быть, рассмотрение вопроса и выход за инициативой о их списании по методу, как у нас списывались кредиты фонд 2.0. Когда мы осуществляли поддержку на федеральном уровне о списании налогов за второй квартал 2020 года в полном объеме субъектом предпринимательской деятельности. И иные, которые необходимы бизнесу для поддержки в такой сложной ситуации, в которой он оказался. 2 ноября во Владимирской области пройдет акция поддержки медицинских работников «Маленькие радости для врачей». Организаторы региональной клуба «Мы вместе» волонтеры навестят медиков, которые на нерабочей неделе будут трудиться в усиленном режиме и порадуют их сладкими подарками. Сюрпризы будут петь участники акции, а у кого нет возможности, просто купят их в магазине. «То есть здесь суть акции – доставить маленькую радость, доставить сладости медицинским работникам, чтобы у них была возможность в это непростое время, так как они будут на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, чтобы у них была возможность хотя бы передохнуть и выпить чай с сладостями, приготовленными руками волонтеров. У нас уже определён по городу Владимиру ряд учреждений, и также у нас сейчас подключаются коллеги из муниципальных добровольческих штабов по лечебным учреждениям, которые находятся на территории Владимирской области». Отвозить подарки врачам волонтеры будут небольшими группами, чтобы не нарушать антиковидных ограничений. Кроме того, на нерабочей неделе добровольцы будут помогать пожилым людям, которые находятся на самоизоляции, покупать им продукты и лекарства. Подробности об акции можно найти в соцсетях. «Мы приглашаем всех присоединиться к этой акции, чтобы у нас была возможность охватить все лечебные учреждения области. Если кто хочет принять участие в этой акции, может обратиться через Департамент молодёжной политики и общественных проектов, через нашу приёмную, узнать, в какое время планируются акции, в каких учреждениях, и тоже подключиться». Сегодня в Рио губернатор Владимирской области принял участие во Всероссийской переписи населения. Александр Авдеев запомнил электронную анкету на портале Госуслуг прямо из своего кабинета. Он отметил, что в переписи должны принимать участие как можно больше владимирцев. От её результатов будут зависеть будущие возможности региона по развитию социальной и экономической сфер. Александр Авдеев напомнил, что принять участие в переписной кампании можно тремя способами. Посетить переписной участок или ответить на вопросы переписчика дома, а также самостоятельно на портале Госуслуг. «Сейчас многие уже освоили владение компьютером, даже на базовом уровне. Достаточно просто найти сайт Госуслуги, либо через поисковик, либо задать в строке. Дальше есть раздел «Всероссийская перепись», где есть подробная видеоинструкция. По большому счёту необходимо просто следовать этой инструкции. Система сама подскажет следующий шаг для заполнения той или иной строки. И эта процедура займёт немного времени». Ответить на вопросы переписи населения на портале Госуслуг людям старшего поколения помогают сотрудники социальных служб. Процесс занимает всего несколько минут. Из Коврова репортаж Натальи Забниной. «Национальная принадлежность русская». В их руках новые технологии. Вместо бумажных анкет – ноутбук. «Прогрессивно. Но завтра бумаг меньше. Деревьев, экономия». 10 минут и 33 вопроса. Большая часть – социального характера. Возраст, образование, семейное положение, жилищные условия. Ответы пожилых респондентов онлайн фиксируют соцработники из Коврова. «Всё-таки наши дорогие получатели социальных услуг идут ногу со временем. Что не только на бумажном носителе всё это заполняем, но и в госуслугах на сайте». Перепись на удалёнке в диковинку. Особенно для пенсионеров. Хоть дома, хоть в социальном центре. Удобно, быстро, а главное – безопасно. «Это позволит нам минимизировать общение наших получателей социальных услуг на дому с посторонними лицами в рамках эпидемиологической обстановки. Также предотвратить какие-то способы мошенничества в отношении пожилых граждан». Переписной кампанией участвуют аттестованные сотрудники соцслужб в Коврове. Их 93 человека. Все прошли обучение. Здравствуйте. Дорога Анатольевна, я пришла, как и обещала, вас переписать. Под крылом Марины Гордеевой 18 пенсионеров. Они редко выходят из дома по состоянию здоровья. Наши клиенты, они не всегда могут подойти, прийти на переписи или воспользоваться госуслугами. Им нужна определенная помощь и поддержка. Анкеты у соцработника только бумажные. Так захотели респонденты отвечать на вопросы им удобнее по старинке. Ну невозможно и нужно и помочь и правительству, чтобы составить задачи и в экономике, и в образовании, и в здравоохранении. То есть, как бы, ну помочь надо государству. Если мы помогать не будем, то и страна развиваться полноценно не будет. У социальных волонтеров нет специальной экипировки. Но есть непререкаемый авторитет. Раисе Александровне 83 года. Говорит, незнакомого человека в квартиру не пустит. Дверь откроет только своему соцработнику. Конечно, на дом это очень хорошо. Всех переписывают. А почему мне не переписаться? Это очень обязательно. Это нужно. За три недели переписной кампании соцработники из Коврова заполнили 80% анкет. И электронных, и бумажных. Данные с планшета, телефона или ноутбука обрабатываются в режиме реального времени. Анализировать такие объемы информации намного легче и быстрее в цифровом формате. Первые данные о жителях региона появятся уже в декабре. Окончательные итоги кампании подведут в конце 22-го. Наталья Забнина и Вячеслав Сноровкин. Жители микрорайона Коммунара беспокоены. По их мнению, водоемы дома 29А по Судогодскому шоссе сбрасывают канализационные стоки. Хотя по трубе должна стекать только дождевая вода. Несколько дней назад на поверхности воды местные жители увидели белую пену и разводы. Люди переживают за экосистему района. Сюда каждый день приходят семьи с детьми, чтобы полюбоваться на оток и покормить их. Сейчас здесь обитает около 40 птиц. В администрации города заверили, что в пруд микрорайона не стекают вредные отходы. Водный объект у дома 27А по Судогодскому шоссе является накопителем и исповедителем. В него собираются естественным путем поверхностные воды. В том числе поверхностная вода отводится и от дома 29А по Судогодскому шоссе. Жители близлежащих домов к этому водному объекту могут не беспокоиться, потому что 44-я статья водного кодекса в принципе запрещает сброс сточных вод в водоемы. Во Владимирском спортивном клубе ЦСКА прошли соревнования ГТО. В них приняли участие студенческие команды из нескольких вузов и колледжей региона. Участники состязались в меткости, гибкости, силе и скорости. Подробности далее. Принять участие в фестивале ГТО Александру Грунину предложили в университете. Он считает, что это отличная возможность проверить свою физическую форму. Соревновательный аспект мотивирует. Сегодня парень отжался 68 раз и считает, что это не предел. Я много дома сам занимаюсь отжиманиями, самостоятельные тренировки. А так, мой вид спорта, спортивное ориентирование, я являюсь мастером спорта. А физическая подготовка навсегда, так же в межсезонье я тренирую все тело. Между собой соревновались пять команд. Всего около 50 человек. Сегодня эти молодые люди прошли несколько видов многоборья ГТО. Упражнения на пресс, отжимания, гибкость, прыжки в длину и бег 30 метров. Участники рассказали, что для лучших результатов приходится много тренироваться. Фестиваль ГТО проводится во Владимире уже во второй раз. По итогам областных соревнований отбирают команды для участия во всероссийском турнире. Владимирские вузы активно готовят своих студентов к сдаче нормативов ГТО. Некоторые институты имеют специальные тренировочные базы. У нас есть студия ГТО подготовки студентов. Работают инструкторы. И студенты в свободное время могут посещать занятия бесплатно для подготовки. И во время учебных занятий они сдают нормативы. И мы им каждый год в конце учебного года присваиваем звание. Там золотой значок или серебряный или бронзовый. В этом году физкультурной программе ГТО исполнилось 90 лет. В советское время аббревиатура «Готов к труду и обороне» имела прямое значение. Некоторые виды испытаний тех лет сейчас кажутся странными. Например, умение управлять трактором или верховая езда. В настоящий момент задачи другие. Основная задача – это привлечение как можно большего количества граждан различных возрастных ступеней к занятиям физической культуры и спортом и здоровому образу жизни. То есть больше популяризации, больше информации. Ограничений по возрасту в ГТО практически нет. На золотой значок сдают и те, кому уже за 90. По итогам соревнований победу одержала команда из спортивного института ВЛГУ. Второе место получили студенты филиала финансового университета. Бронза досталась учащимся Муромского ВЛГУ. Ольга Эльфимова, Мария Гончарова и Вячеслав Сноровкин. С 3 по 7 ноября во Владимирской области пройдет большой этнографический диктант. Из-за пандемии ответить на вопросы можно будет дистанционно. Региональным оператором акции выступает Владимирский филиал «Ранхикс». В Большом этнографическом диктанте примут участие студенты вузов и колледжей, а также школьники со всего региона. Также организаторы ожидают, что акция заинтересует и взрослых. В диктанте 30 тестовых заданий, 20 вопросов по федеральной тематике и 10 по региональной. Участники максимально могут набрать 100 баллов. Выполнить задание надо за 45 минут. Результаты акции подведут ко дню Конституции Российской Федерации 12 декабря. В Суздале в музейном комплексе «Спаса Ефимеев монастырь» состоялось освещение точной копии мозаичной иконы «Спас на троне». В ее создании участвовали студенты Московского художественного института имени Сурикова. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мозаика «Спас на троне» украсила усыпальницу Дмитрия Пожарского в преддверии Дня народного единства. Оригинал иконы был создан в 19 веке. Сейчас она находится в монастыре рядом с усыпальницей. Копию создали специально для украшения памятника часовни, которую недавно закончили реставрировать. Качество работы, я хочу сказать, оно очень высокое. Я вот когда сегодня говорил о том, что это было даже какой-то неожиданностью, реально для меня было неожиданным. Насколько студенты под руководством преподавателей могут сделать качественную такую мозаику, она фактически является произведением искусства безо всякой натяжки. Потому что, знаете, даже это вопрос такой посерьезнее, чем в живописи. Если в живописи мы, ну как бы не сомневаясь, говорим слово копия, да вот подлинник, а вот копия. Честно сказать, про эту мозаику не поворачивается язык сказать, что это копия. В создании иконы принимали участие семь студентов Московского института имени Сурикова. Свой вклад внес и президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Он пожертвовал материал для создания мозаики. Произведение выполнено в технике, которая имитирует масляную живопись. Сложно было все, потому что мы никогда не работали с обратным набором, ну и вообще с 19 веком. Поэтому это все каждый раз было открытие, какие-то новые знания, которые надо было переваривать. Ну и в целом вот эта работа, она нам подарила какой-то невероятный просто опыт. Мы теперь, мне кажется, стали на ступенечку выше в плане нашего мастерства. Спасибо этой работе вот за это. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если у вас есть интересные истории, вы хотите стать героем нашего репортажа, то звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Впереди нерабочая неделя. Проведите ее с пользой. Если еще не вакцинировались от COVID-19, то обязательно сделайте это. А я с вами прощаюсь и желаю хороших выходных. Через несколько минут в нашем эфире программа «Здесь и сейчас». Ее ведущий Илья Архипов уже в студии. Илья, добрый вечер. Синя, вечер добрый. О чем сегодня будете говорить с гостем? О том, как начать жизнь с чистого листа, если долги заели. Расскажу после рекламы. Не переключайте. До свидания.